Я вас приветствую и... И, наверное, стоит сделать пояснение к моим словам про рачки и барбариски из прошлого ролика. Дело в том, что рачки и барбариски, насколько я помню, всегда стоили дёшево. И моя мама при покупке конфет отдавала им предпочтение, а не ирискам или коровкам, которых я так желал. Иначе говоря, это опять-таки не объявление войны, а моя детская психологическая травма. А теперь к делу. Чуть не забыл. Всем, кому не нравится мой новый фон, советую посмотреть вот этот вот ролик, первые 30 секунд, и я думаю, всё встанет на свои места. Итак, слэшеры. Да-да-да, давненько не было слэшеров, уже больше полугода, наверное, со времён ужасающего. А так хочется банального мяса, кровушки, ультранасилия. И за всем этим я решил обратиться к фильму «Поезд дальше не идёт», которому давненько присматриваюсь, но который до этого момента не смотрел. Выбор я такой сделал по четырём причинам. Во-первых, многие называют этот фильм «Поворотом не туда в метро». Во-вторых, сам я узрел в нём «Тонкие нотки кондемнет». В-третьих, было интересно посмотреть на Скотта Эдкинса в непривычном для него амплуа. В-четвёртых, фильм идёт час двадцать. Короче, погнали. Поезд дальше не идёт. Каждый год в Нью-Йорке бесследно исчезают более десяти тысяч человек. Взрослых никто никогда не ищет. Это норм. От слов, фильм переходит к делу и демонстрирует, как, по его мнению, пропадают некоторые из этих людей. Некая девушка Опять по привычке Возвращается домой по шпалам. Пытается в нерабочем метро подняться наверх по рабочему эскалатору, тупо стоя. Ну то есть, это же эскалатор, он сам тебя поднимет, на нём надо стоять. Но эскалатор такой «Ты чё, охуела?» И начинает двигаться в обратном направлении. И девушка, несмотря на все её усилия выбраться наверх, съезжает во мрак. Затем следуют вступительные титры, благодаря которым становится ясно, что у Скотта Эткинса далеко не главная роль, и он не будет мутузить каннибалов. Не в этом фильме, увы. Зато эта честь выпадет в разной степени его трем товарищам, с которыми он тусит по случаю женитьбы вот этого перца по имени Майк. В данный же конкретный момент их четверых выкидывают из клуба, по вине Тони, брата Майка, который постоянно лезет в залпу даже там, где её нет. И по причине, что персонаж Скотта по имени Карл не умеет, вопреки ожиданиям, улаживать конфликты вертухами. Зато он шутник. Слушайте, парни, я знаю отличный клуб на окраине, можно пить хоть до утра. А девчонки там есть? Нет, чёрт. Это бар для голубых. Жаль, быстро дошутится. Ну и четвёртую черепашку зовут Джо. Вот и познакомились. Так как ещё не вечер, а точнее не утро, мужики отправляются в очередной бар, клуб, баню, библиотеку, неважно, потому что, как мы помним, поезд так далеко не идёт. В одном с ними поезде и даже вагоне оказываются барышни из клуба. Мужики решают воспользоваться шансом, как будто бы дарованным им свыше. У Карла всё вроде бы на мази, а отсутствие каратэ компенсируется талантом соблазнения. А вот Тони подкатывает к девушке так, как будто ищет вход в за... Привет, куколка. Что читаем? Извини, ты мне мешаешь. Но в то же время я его не виню, потому что конфликтную ситуацию создаёт эта су... С... Сударыня. Которая после тяжёлой рабочей смены, вымотанная поздно ночью, пытается демонстративно что-то там учить. Интересно, к чему это она готовится? К экзаменам по фигам? Но как бы там ни было, пик их ссоры приходится на момент остановки электрички на развилке. Прости, что назвал тебя сукой. Твою мать. Эй-эй. И они, не задумываясь, покидают забрызганный перцовым баллончиком вагон. Вопреки названию, русскому названию, поезд уходит дальше, а они остаются на заброшенной станции. И у них, если подумать, есть только два варианта развития событий. Остаться жить на этой станции, расплодиться и основать своё подземное государство. Или пойти пешком до следующей станции. В итоге Карл и Блондинка выбирают первый вариант, а остальные второй. Он мне понравился. Ладно, я скоро вернусь. Ты уверена, что хочешь этого? Да. Да, единственное, кого завалит Скотт Эткинс в этом фильме, это Блондинка. И то это будет скорее Нокдаун. Так как путь до следующей станции не близкий, эти четверо успевают познакомиться поближе. И мы узнаём, что ботаничку-стриптизёршу зовут Брита. Хорошее имя даёт ответ сразу на два вопроса. И она учится на историка. Джо занимался лёгкой атлетикой. А Тони дома ждёт вредный рыжий кот с голосом Билла Мюрре. Оттого он такой нервный. Тем временем Карл создаёт благоприятные условия для секса. На заброшенной станции метро. Насколько это позволяют подручные средства. Тем, кто занимается этим только в постели, не понять этой романтики. Блондинка же оказывается невменяемой от выражения «не в меня». Нет, нет, подожди. Что? Скажи, у тебя есть эта штучка? Какой-то поистучки. Ну, такой штучки. Одной штучки. А Карл отнюдь не хрюндели. И штучка при нём. Да, есть. Конечно. Конечно. Но всё равно невозможно предвидеть всё в цепочке событий, ведущей от ночного клуба к с***у с незнакомкой в подземелье. Поэтому... Эй! Эй! Стоять! Как вы выживаете? Еда. Еда? Какая еда? Разная. Ты придурок! Что? Этот урок укусил меня. Но маленький, юркий и зубастый воришка – это ещё полбеды, или даже 10%. Ведь четверо отправившихся на следующую станцию добираются до неё. И видят, как там дикари каменных джунглей потрошат сначала торговый автомат, а потом полицейского. Наши герои, осознав, что ночная жизнь в большом городе – это не только клубы, невольно становятся нежелательными свидетелями. Думаю, они нас не видят. Бежим! В какой туннель? Стой! Нет-нет, сюда! Быстрее! Выбрав не то направление, они уходят от погони, но подставляют своих озабоченных друзей. В итоге Карл погибает, не успев никому выписать люлей. Блондинка пытается дозвониться в службу спасения, и, о чудо, дозванивается. Экстренная служба, слушаю вас. Но продолжить разговор она уже не в состоянии. Четверо же оставшихся думают, как им поступить – вернуться за друзьями или найти помощь. В их горячий спор вмешивается звук телевизора. Слушайте, вы слышали? Как будто телевизор. И они единогласно решают выдвинуться к источнику звука, который находится где-то вот в этой вот дыре. Остается надеяться, что по телеку идет что-то стоящее. Похоже, она не любит гостей. Ага, так не любит, что даже не пошевелилась, когда собаки залаяли. У нее подведен кабель электричества. Будем надеяться, что телефон она тоже подвела. Я вообще думаю, у нее полный пакет. Телефон, кабельное ТВ и интернет. А вообще, я не ожидал увидеть в слэшере про метро клише с поиском телефона в хижине сомнительного вида. Это и правда, поворот не туда, в метро. Эй, что ты делаешь? Гляну, нет ли телефона? Жуткий неубранный туалет прилагается. И вообще, за исключением манекена, вся эта сцена как будто бы скопирована из поворота не туда. Как, впрочем, и сцены, что были до этого. Короче, телефона они не находят. Потому что доставки пиццы в этот район все равно нет. Внезапно возвращаются хозяева фургончика. По совместительству те дикари. Наши герои прячутся в подпол. Все, кроме Бриты. Которая решает придать манекену первозданный вид. Происходит следующее. А теперь попробуйте угадать, где она. Ну, то есть, куда она могла спрятаться во время такого движения камеры? Правильно, на дерево. Нет, на самом деле в туалет, что тоже странно. Дикари, к слову, вернулись домой не с пустыми руками, а с нашими старыми друзьями. Карл даже еще живой, но исключительно ради драматизму. В общем, нашу сладкую парочку по кусочкам скармливают собакам. Потому что сами аборигены, как мы помним, питаются сникерсами и прочими марсами. Внезапно на Бриту нападает мелкий. Она начинает орать, дикари начинают «Я твой фургон шатал». Но каким-то неведомым мне образом они упускают четырех человек, сидевших в маленьком фургончике. Джо, пробегая мимо пса, дает тому погрызть свою руку, но недолго. Потом они передают привет людям в проезжающем мимо поезде и прячутся за какой-то дверью. А у вас наверняка после всего увиденного назрел вопрос. Что это за уроды? Ну, для начала ответ, который дает фильм. Они животные. Все как бы. Фильм старался. А главное, с ним не поспоришь. Как вышло, что мы не знали о них до сегодняшнего дня. Они долгое время жили в той пещере. Так, вы бы в это не лезли. Короче, если проводить параллели с поворотом не туда, то там как бы все ясно. Братья-каннибалы – результат пылкой любви между близкими родственниками. Ну, как вариант. А тут что? Сплинтер не углядел, и вышло такое досадное недоразумение? Ладно, будем считать, что это повзрослевшие дети Маугли. В принципе, распространенное явление в современном обществе, даже в городах. В общем, эти счастливчики продолжают шарухаться по тоннелям в поисках станции, но находят только Санта-Клауса в межсезонье. Вы в порядке? Вы в порядке? Вы в порядке, сэр? Сэр, с вами все в порядке? Простите, а вы в порядке? Он им ничем помочь не может, и даже напротив присоединяется к пацану, подающему сигнал своим старшим братьям. Хороший способ коммуникации для какого-нибудь заброшенного метро, а не для нью-йоркского, работающего круглосуточно. По этой же причине непонятно, почему они видели только один поезд. Конечно, может быть, я чего-то не понимаю, или, может быть, они бегают по нерабочим веткам, не знаю. Но им опять приходится сваливать от дикарей, прихвативших с собой пса, который уверенно идет по следу крови, оставляемому раненым Джо. Рана глубокая. Остановить сможешь? Ему нужен врач. Поэтому Джо решает отвлечь дикарей на себя. Но не тупо слиться, а именно отвлечь и по возможности спастись самому. Ведь, как мы помним, он бывший легкоатлет. Ты сможешь не отстать, Джо? Я кролик рожденный, чтобы бегать. Как лес, которым управляют. В итоге, ему удается увезти дикарей по ложному следу. Но по невнимательности, вызванной усталостью, он подворачивает ногу, и на этом его карьера бегуна заканчивается. Напоследок, он забирает с собой собаку. Оставшиеся продолжают бег и, по иронии судьбы, прибегают на станцию, с которой все началось. Майк и Бриттой проваливаются в дыру в полу, а Тони ныкается в туалете. Девка, даже под угрозой смерти, не хочет расслабиться и получать удовольствие. Дикари, естественно, байтятся, но Тони решает погеройствовать. В итоге, один все-таки спрыгивает вниз, а двое возвращаются в тубзик. И начинается махач. Стоп. Здесь не будет вставки ни из «Миссия невыполнима» с дракой в туалете, ни из «Армагетца». Потому что я олдовый. Настолько олдовый, что тут даже не будет вставки из «Правдивой лжи». Но будет вставка из... Войны, выходите поиграть. Ладно, я просто вы***буюсь. В общем, из-за несправедливой расстановки сил, Майк и с Бриттой дают пизды бомжу. А Тони их получает, несмотря на все старания. Грустно, конечно. Гарфилд теперь умрёт с голоду. Оставшаяся же парочка забредает в какой-то подземный город. И не знаю, ночной ли это народ или мутанты из «Футурамы», но быт у них налажен. Майк решает, что это хорошие, доброжелательные люди. Помогите нам, пожалуйста. Нам очень нужен телефон. Ведь, как мы уже убедились, в подземелье другие не водятся. В общем, как нетрудно догадаться, получают они оба по лицу. А приходят в себя уже в жилище дикарей. Бритт усажают на место манекена и готовят к просмотру кино. А перед кино нужно посос... Ну, видимо, у дикарей так заведено. Майк с проворностью Ады Вонг выходит из неудобного положения. Тут же специально для него оставили топор. Далее он создаёт взрывоопасную ситуацию. Обрубает дикарям кабельное. Он освобождает Бриту, но от драки всё равно не уйти. Майк начинает меситься так, как будто всю жизнь к этому готовился. На планете гор. Правда, без помощи Бриты обойтись не получается. Как и ей уйти от смерти. Нет! Вот и пользуйся после такого газовым баллончиком. Майкл же обменивается с главдикарём любезностями. Но дикаря ведёт по очкам. Тогда Майк замечает на руке гада обручальное кольцо, которое он дал на хранение Джо. И становится как-то не по себе от осознания того, какие ручищи у его избранницы. Сам же он звереет, обезглавливает подонка. И как бы на этом всё. И Брита всё. У дикарей остаётся наследник. Майк выбирается из туннелей. Собирается было выйти на поверхность. Как вдруг в фильмы кидает в нас стандартную лепёху говна. И конец. Дело было так. Сначала я решил, что сделаю ролик по этому фильму. А потом посмотрел его. Первый раз. И уж так вышло, что он мне понравился. Но давать заднюю было уже поздно, поэтому как-то так. Для своего жанра слэшер Поезд дальше не идёт. Как я считаю, действительно хорош. Пусть он и банальный, стандартный, выглядящий как модификация для поворота не туда, с новыми текстурами, при этом повторяющие сюжетные ходы поворота. Пусть тут есть некоторые условности, с которыми придётся смириться. Но тем не менее, фильм вызывает эмоции и завладевает твоим вниманием. Во многом, благодаря тому, что режиссёры и актёры смогли создать живых и приятных персонажей, которым хочется сопереживать. Причём не только одному-двум ключевым. Даже разгильдяю Тони, особенно под конец, когда он обнажает другую сторону своей натуры. И, несмотря на бюджет в полтора миллиона, у фильма очень хорошая картинка. Спецэффекты довольно натуралистичные, но не отвратительные. Низким бюджетом, конечно, обусловлена трясущаяся камера в экшн-сценах, но это терпимо и, в принципе, добавляет динамики. Так что, даже после этого ролика, вы можете посмотреть фильм самостоятельно, если фанат жанра, но по каким-то причинам до вас поезд не дошёл. У меня же на этом всё. Теперь по ссылкам в описании вступайте в группу, подписывайтесь на мой живой канал, там тоже выходят ролики всякого сомнительного содержания, и я провожу стримы. И подписывайтесь на мой инстаграм. Всё. Пока-пока.